Конференцию с участием работников культуры решили провести на главной культурной площадке города Сочи в Зимнем театре. Здесь участники мероприятия, а это гости со всего Южного федерального округа, стали посетителями своеобразной выставки кубанских промыслов. Встречали гостей также по всем кубанским традициям – с хлебом, солью и песнями. Кубань, кубань, разны и дырка, кубань, кубань, ты сердцу дорога. Открыл конференцию заместитель министра культуры Российской Федерации. Григорий Ивлеев отметил, что год культуры в стране оказался достаточно праздничным, что очень хорошо. Но у отрасли культуры есть и другие достаточно важные задачи, помимо проведения всевозможных фестивалей. И новый федеральный закон о культуре призван их решить. А на таких конференциях, отметил статс-секретарь, решается и количество проектов, которые нужно продвигать и развивать. Это очень важно посмотреть все на примере Южного округа, богатого культурными традициями. И мы видим, что сейчас, когда культурные проекты Краснодарского края, Ростовской области, Астрахани, реализуются в общероссийских масштабах, это способствует тому, что культурная жизнь становится богаче. В Краснодарском крае, отмечает вице-губернатор Галина Золина, оказывается колоссальная поддержка развитию культуры. Консолидированным бюджетом на этот год предусмотрено 11,5 миллиардов рублей. В крае культуру определили как инструмент социального и экономического развития региона. Инвестиционная привлекательность, традиции, трудовые династии – это все важнейший стратегический ресурс, который поддерживается незыблемо на территории Кубани. Мы вообще-то решаем не просто задачи для творческого развития людей, детей или для наслаждения, мы решаем большие государственные задачи. Министерство культуры края разработало государственную краевую программу развития культуры на 2014-2016 годы, общий объем которой составляет 16 миллиардов рублей. В Сочи эту программу реализуют в полном объеме. Да и сейчас, в разгар сезона, курорт проводит массу зрелищных мероприятий. Столь насыщенная культурная жизнь невозможна без соответствующей материально-технической базы. За последние нескольких лет в рамках модернизации учреждений культуры, благодаря губернатору Краснодарского края Александру Николаевичу Откачеву, мы отремонтировали 27 объектов, среди них 4 детских школы искусств, 5 библиотек, все районные дома культуры, 7 сельских клубов, 3 музея, 2 концертных учреждения. Весь творческий потенциал город продемонстрировал во время зимних игр. В рамках культурных программ самих Паралимпийских и Олимпийских игр мы видели лучшие коллективы нашего региона Краснодарского края и других регионов Российской Федерации. И почему у нас получилась блистательная Олимпиада, в том числе и потому, что у нас была замечательная культурная программа. Одна из первоочередных задач в год культуры – дать толчок для развития всем направлениям отрасли без исключения. Это и музыка, и кино, и театр, а также библиотеки и музеи. Ольга Десятого, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.